Так, Виктор, давно у нас не было утренних викторин. Мне кажется, ты расслабился. Ну давай взбодри меня каверзными вопросами. Смотри, какие вопросы накидала. Какой канцелярский товар поможет сцепить вместе листы в документе? Сцепить листы в документе? Ну степлер же. Ну хорошо, а что можно использовать, если в бумажном документе допустил ошибку и хочешь это исправить? Ой, ну это корректор, но все это знают. Так, а если ты скрепил документы, но понял, что тебе нужно убрать скобку, и что ты используешь в этом? Ну вот я точно, может быть, и не воспроизведу название, скобоудалитель. Ну антистеплер, он что называется, как называется хитрая папочка с железными зажимами, в которые можно упаковать ту бумагу только со специальными дырочками. Ага, скоро сшиватель. Ну ты вообще, так ну честно, ладно. Ну а что понадобится, чтобы бумагу подготовить для этой папки? Дырокол, что ли? Ну, отличные знания. Окей, доброе утро, губерния. В студии офисный работник Виктор Стеблев. И строгая начальница Юлия Север. И сегодня мы отмечаем день рождения степлера, друзья, и погружаемся в офисные будни. На повестке дня у нас. У каждого сотрудника в офисе есть своя кружка. Как сотворить оригинальную посуду на зависть всем коллегам? Наш гость подскажет. Забота о здоровье собак. Полезные советы по уходу за пушистыми друзьями в нашем следующем сюжете. Офисный стиль с изюминкой искусства подбора строгого образа. Картина, нарисованная нитками. Узнаем все тонкости работы художника по гобелену. Кстати, рукоделие – это прекрасный способ отвлечься от офисной рутины. Серьезно? Да, конечно. Ты считаешь, что так вот просто можно взять и вязать на работе? Уволят же. Давай лучше за советами обратимся к жителям губернии. Давай попробуем. Поехать в путь с чистостью. А если работа? Взять отпуск. Зарядку безусловно. Нужно пройтись, выйти на свежий воздух, подышать свежим воздухом. А предложить коллегам прокататься на офисной мебели? Ну нет, офисная мебель. Это ущерб нужно нанести. Нет, просто нужно сделать зарядку. У меня особо рутина – это и не было работы. В общем, это работа в свое удовольствие, да. То есть работа должна быть в удовольствие? В удовольствие, да. Конечно, да. Прогулка всегда помогает переключить мысли, размяться, опять-таки зарядиться энергией, тем более, когда на улице такое солнце. На пенсию идти. А если прямо вот в момент работы, вот какие-то есть методы немножко отдохнуть от руки на работе? Подремать на работе. Не надо отвлекаться, работа должна быть в удовольствие. Вот, например, как у меня. Живу в Тольятти, приехала в мини-командировку в Самару. Любую с вашими достопримечательностями. Переключиться на какую-то другую работу. Всегда есть способы отвлечься. Ну, выйти хотя бы прогуляться в соседний отдел, там, пройти куда-то. Выйти на улицу в обед – обязательно. Доброе утро, друзья! Поздравляем вас с этим прекрасным днем. А знаете почему? Потому что вы сейчас собираетесь на работу. Да. А сегодня у нас, знаете, какой день? У нас сегодня день степлера, поэтому приходите на работу, берете его в руки и признаетесь ему, говорите ему все, что думаете о нем. Все хорошее. Поздравляете. Поздравляете. Кто-нибудь помогает вам в офисных буднях. Кто будет сегодня нам помогать? Так, нам сегодня будет помогать наш постоянный гость – это Анна Ермолаева, адвокат. И будем мы сегодня говорить о товарных знаках. Здравствуйте, Анна. Да. Доброе утро. Ну, во-первых, офисные будни вам близки, да, наверняка? Конечно. Сегодня мы как раз это обсуждаем. Ежедневно мы, получается, в офисе выполняем ту или иную работу для наших же доверителей. Угу. Про товарный знак давайте поговорим. Многие сейчас регистрируют, многие выходят, делают, создают свой бизнес. И, собственно говоря, что нужно знать, чтобы начать… Да, совершенно верно. Товарный знак – это достаточно актуальная тема. И согласно статье 1477 гражданского кодекса, это индивидуализация услуг и товаров для юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей. И с 29 июня 2023 года товарный знак могут регистрировать также и самозанятые. И, получается, когда у вас есть товарный знак, это огромное преимущество по сравнению с конкурентами. То есть вы лишний раз можете своим покупателям, потребителям примелькаться. И это говорит о том, что вы сможете выйти, например, со своим товаром на те же маркетплейсы. Потому что это одно из главных условий. И самое главное то, что когда у вас есть товарный знак, вы сможете защитить себя от недобросовестных тех же конкурентов. Поэтому, если возникает вопрос, регистрировать или нет, конечно же, регистрировать. Да, процедура, конечно, она достаточно длительная, сложная. Не могу сказать, что это простая. Тут нужно будет разобраться. А порой бывает и необходимо обратиться именно к специалисту, который занимается регистрацией товарных знаков. У нас даже есть патентное бюро, куда можно обратиться. Почему говорю, что нужно разобраться? Потому что, когда вы собираетесь регистрировать товарный знак, необходимо оплачивать госпошлины. И они, как правило, не дешевые. То есть, если все госпошлины собрать, при процедуре, которую вы будете оплачивать, это порядка 30 тысяч рублей. Поэтому здесь обязательно нужно проверять те документы, которые вы подаете. Но и, прежде чем регистрировать товарный знак, необходимо проверить, нет ли такого товарного знака. Потому что сейчас… То есть именно название, да? Что название, что, например, изображение. Вообще товарный знак, он бывает как словесный, так, можно и зарегистрировать изображение, то есть, изобразительный. Может быть и комбинации. То есть, например, товарный знак, он может быть и словесным, и объемным. Логотип какой-то, да? Также логотип, это не относится к товарному знаку, то есть это не защищается законом, но, в принципе, да, логотип можно сюда тоже отнести, то есть это будет считаться рисунком, он может быть разный. Например, если это словесный, то это может быть какое-то название международной сети ресторанов, и это достаточно просто зарегистрировать. Если мы берем комбинированный, где там у нас три в одном получается комбо, здесь, конечно, уже более проблематично, и обязательно заранее нужно проверить, есть ли такой товарный знак или нет. Получается, у нас есть сейчас очень достаточно много разных платформ, куда вы вводите название и проверяете, нет ли такого товарного знака. Также есть и общепринятые официальные платформы, это FIPS, туда вы вводите тоже название. Обязательно нужно выбрать еще МКТУ, то есть это тот классификатор, который сможет определить, есть ли товарный знак или нет, или товарный знак находится на стадии регистрации. То есть когда вы собираетесь все-таки регистрировать товарный знак, обязательно это нужно соблюсти. Если вы понимаете, что товарный знак такой наподобие уже существует, тут не нужно расстраиваться, можно его доработать. Здесь либо мы обращаемся к юристу, который именно занимается регистрацией товарных знаков, либо в патентное бюро, чтобы не получилось так, что вы будете сами додумывать и опять наткнетесь на похожий товарный знак. Вы уже обратились, и после этого вы уже переходите к регистрации именно товарного знака. Можно зарегистрировать как через госуслуги, так же через Роспатент. Нужно предварительно заполнить заявку, потом будет предварительная экспертиза формальная. Мы как раз видим, как подготовить заявку. Да, совершенно верно. Предварительная получается формальная экспертиза, вот там вы можете и узнать, пройдет ли ваш товарный знак регистрацию или нет. Если вы получаете отказ, то здесь не стоит расстраиваться. Почему? Потому что отказ может быть как абсолютный, так и относительный. Например, если название и изображение имеют какое-то сходство с каким-то брендом, то здесь какой есть вариант? Можно обратиться к этому бренду, то есть, например, к магазину спортивной одежды. И чтобы они вам дали согласие о том, что да, вы хотите зарегистрировать товарный знак, и у вас есть какие-то общие, допустим, похожие критерии в слове, либо в слогане, либо в рисунке. Вы получаете это согласие от этого магазина, что они не возвращают для того, чтобы вы зарегистрировали свой товарный знак. И также обратно обращаетесь в Роспатент, подгружаете данное согласие, и можете потом уже опять зарегистрировать свой товарный знак. То есть, если вы получаете предварительный отказ, это не конец, что вы не сможете зарегистрировать. Просто нужно соблюдать процедуру. Сколько нюансов, сколько тонкостей на самом деле. Я думаю, что мы в юридических тонкостях немного разобрались. Теперь давайте разберемся в тонкостях нашей погоды и обязательно вернемся к нам в студию. Продолжим наш очень интересный разговор. Во вторник в Самарской области ожидается переменная облачность без осадков. Днем минус 3, минус 15, ночью 8-13 градусов мороза. В некоторых районах столбики термометров опустятся до минус 19. Ветер будет дуть юго-западной со скоростью 2-7 метров в секунду. На севере и западе в дневное время минус 3, минус 15, на востоке и юге минус 3, минус 13. Погода в Самаре ожидается пасмурная и холодная. Днем минус 3, минус 8, ночью 6-7 градусов мороза. Атмосферное давление в пределах нормы 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 55-81%. Что ж, мы продолжаем. Напоминаю, у нас в студии Анна Ермолаева, адвокаты. И сегодня разбираемся, как же зарегистрировать свой товарный знак. Уже проговорили, что мы подаем заявку, проходит экспертиза. Вот экспертиза все прошла, ура. Нас стоит уже поздравлять? Да, вас можно будет уже поздравлять, потому что вы получаете свидетельство на свой товарный знак, который действует 10 лет. И в последующем вы можете дальше продлевать данное свидетельство, также подавать документы, и у вас будет свидетельство. Но каждый раз необходимо все равно следить за тем, что процедура, она меняется, что-то новое добавляется. Если раньше процедура оформления товарного знака была примерно около года, то сейчас уже в течение полугода можно оформить товарный знак. И самое главное, чему нужно также оформлять еще товарный знак, вы можете не беспокоиться, что кто-то сможет им воспользоваться. Кстати, прошу прощения, а вот если, например, я хочу зарегистрировать товарный знак Самара, возможно это? Ну вот, здесь как раз есть тоже ряд ограничений, например, города, страны, либо не просто название услуги, а именно той услуги, которую вы хотите продвигать, и будет это название, нет, вы не сможете зарегистрировать. Также мы не можем государственные символы и название регистрировать. Так как это ограничение есть? Есть опять же ограничение, да. И если мы, например, хотим зарегистрировать тоже такое общепринятое слово, допустим, памперсы, Мы уже не сможем его зарегистрировать, но, например, взять слово памперсы и к нему придумать какое-то изображение, почему бы и нет И здесь вы регистрируете уже изображение, то есть нужно сначала подумать, что вы хотите зарегистрировать Опять же, перейти на онлайн-платформу, например, на тот же сайт FIPS, посмотреть, есть ли тот или иной товарный знак И уже дорабатывать Но товарный знак необходимо регистрировать, потому что если кто-то им даже и воспользуется, разместит у себя на этикетках, либо на услугах Вы сможете с этого правонарушителя все-таки получить компенсацию Потому что есть у нас как гражданско-правовая ответственность, вы сможете в суд обратиться У нас есть статья 1515 гражданского кодекса, где можно получить компенсацию до 5 миллионов рублей Также можно получить административную ответственность, это штраф от 5000 рублей до 200 Это статья 14.10 КОАП То есть поэтому прежде чем чем-то воспользоваться, нужно понимать, есть ли на это право у вас или нет Потому что те, кто обладает товарным знаком, у них все-таки исключительное право Они имеют право давать вам воспользоваться вашим товарным знаком или нет Ну и также, конечно, есть уголовная ответственность, это статья 180 Уголовного кодекса Российской Федерации Поэтому здесь нужно подумать, стоит ли пользоваться чужим товарным знаком или нет Потому что если, например, вы на своей какой-то продукции, которую вы производите, разместили товарный знак чужой, который вам не принадлежит Мало того, что его у вас должны изъять, так вы должны его и уничтожить То есть за свой счет не просто тот человек, который обладает товарным знаком, будет уничтожать, а вы должны самостоятельно это уничтожить Помимо этого у вас будет гражданская ответственность и административная А если с первого раза непонятно, то в последующем и уголовная ответственность Анна, спасибо огромное Я думаю, что сейчас все предприниматели сидели, записывали с блокнотиком, потому что просто... Все просто и понятно, и доступно Спасибо большое Ну а пока люди суетятся с документами, собаки радуются своей беспечной жизнью, давайте посмотрим Давайте посмотрим Знаете ли вы, что первую вакцину вашей собаки нужно делать всего лишь через 8 недель? Да? Тебе делали, скажи? Сейчас еще сделаем Вторая привиночка делается через 4 недели Это, как правило, 12 недель жизни Первая вакцинация делается без вируса бешенства Туда входят комплексные вирусные заболевания, такие как чума, интернет, гепатит, пармоаденовироз и лептоспироз А во вторую входят те же самые заболевания, плюс дополнительно бешенство Следующий раз собачка прививается в возрасте 12 месяцев и далее каждый год Собачек обязательно мы прививаем с бешенством Схемы вакцинации стандартные и подходят для любых пород и любых возрастных и весовых категорий собак То есть они для этих категорий стандартные Касательно индивидуальной чувствительности Реакция на вакцину может быть абсолютно у любой собаки И абсолютно в любую вакцинацию Даже если собака прививается каждый год на протяжении 10 лет На 11 раз может случиться аллергическая реакция Поэтому ветеринарные врачи рекомендуют первые 10-15 минут находиться либо в помещении клиники, либо возле клиники И если вы заметите, что с вашей собачкой что-то не так, она себя не так ведет Стала резко вяло, ее вырвало, появились отеки на мордочке, зуд по телу, покраснение глазок и ушек Нужно сразу же вернуться в клинику и обратиться к ветеринарному врачу И снова доброе утро, друзья Мы продолжаем наш эфир Ну что, сегодня обсуждаем офисные будни И наверняка у каждого человека есть своя кружка в офисе А вот наша, да Но если вдруг вам своя кружечка поднадоела и уже хочется поменять, то все внимание на наш диванчик Потому что у нас в гостях Елена Михалькова Это керамист, и она сегодня с нами Которая создает невероятно красивую кружку Потрясающими, да Кружками Итак, рассказывайте, чем же вы занимаетесь? Здравствуйте, я занимаюсь керамикой Мы делаем кружки Ручной работой Все это делается из глины То есть это руками? Это руками Идеальные формы создаются? Или это какая-то есть заготовка? Была заготовка изначально, которая сделана руками с нее Это именно в этом случае То есть есть разные способы Мы разными совершенно способами пользуемся Именно это была заготовка кружки Потом с нее сняли гипсовую форму Потому что у нас есть разная глина Она получилась в том, что идеальная, да? Да С которой можно размножить, просто сделать одинаковые кружечки И сделали гипсовую форму Туда налили глину шликер, называется И она вот получилась такая Их много можно сделать Одинакового размера Разными цветами покрыть То есть тут уже творчество включается больше При создании развода А вот как придумываете дизайны? Не знаю, подсматриваете? Сами рождаются? Либо, может быть, есть какие-то тренды в керамике? И вот за ними следите Тренды, конечно, есть Но именно разводы получились, можно сказать, от сердца Просто видели, разводы, они бывают в разных видах искусства, можно сказать Где-то в живописи Еще посмотрели, есть техника, допустим, на воде Краски разливают и на листочке бумаги отпечатывают Мы подумали, а что ж мы на кружке не можем так же отпечатать глазури Таким образом развели разную глазурь Отпечатали Ну, в процессе того, как ты создаешь керамику У тебя свои какие-то идеи уже рождаются Как это оптимизировать Как меньше глазури расходовать И получилась такая техника Мы ее нигде, на самом деле, не встречали Просто сами пользуемся Возможно, кто-то уже придумал это до нас Как-то все это Чего боится эта посуда? Я не знаю, может быть, нельзя кипяток наливать? Может, нельзя микроволновывать пить? Нет, посуда абсолютно функциональная Можно и кипяток, и микроволновки И твердой поверхности Боится кафеля Да, лучше не кидать на пол Как и всю керамику любую, там, магазинную В общем, я всегда говорю, что у меня такая же кружка, как в магазине, только красивая А почему керамика бьется? Ну, хрупкая история Это потому что из глины состоит это все дело бьющееся Белая глина? Тут светло-жгущаяся, да, керамическая масса беленького цвета Бывает она всякая разная А черная, это как? Черная, это просто черная Да, глазурь просто черная А, это черная глазурь А можно, пожалуйста? То есть глина такая же белая Да А глазурь уже черная А глазурь цветная Да, смотри Тут ты выпиваешь кружечку кофе, чая И видишь вот эти невероятно красивые разводы Акварельные практически Очень классно А возможно ли сделать прозрачным? Нет, это только стекло Это только стекло Ну нет, глазури прозрачные есть То есть есть такие техники, когда не глазурями разукрашиваешь вообще кружку А называется это под глазурные краски, ангобы Можно кистями разукрасить, какие-нибудь рисунки нанести И потом покрыть прозрачной глазурью Она до запекания белого цвета А потом происходит волшебство в обжиге Она становится прозрачной Сколько рождается кружка? Вот мы пьем, даже не задумываемся, что это наверняка дело не одного дня Не одного дня, да, совершенно верно В процессе лепки То есть это сначала ты лепишь именно изделие Ну в данном случае это литьем сделана, литьевая глина жидкая Это побыстрее получается Если мы делаем ручками ручная лепка Это ты сначала лепишь Допустим, кто-то час лепит Кто-то пять минут по-разному Многочарном круге еще можно Потом это дело нужно высушить все Примерно сутки точно должно все спокойно В зависимости от глины Должно спокойно все постоять при комнатной температуре Потом это нужно все зашлифовать и поставить уже в печь В печи это жжется примерно сутки То есть уже два дня у нас прошло Потом мы все это дело вытаскиваем Ой, сколько! А бывают одинаковые кружки? Нет Я предлагаю об этом поговорить в следующей части нашего разговора Ну что ж, друзья, о керамике мы немножко узнали А Татьяна Петцина спешит к нам на помощь Потому что у нее тоже есть что-то интересненькое Давайте посмотрим Существует множество эмоций, которые мы испытываем Не находя при этом нужных слов Чтобы описать свои ощущения И уж тем более дать им название А они есть Зенозина Это когда с возрастом начинает казаться Что годы неумолимо летят Проходят все быстрее и быстрее Как следствие, эллипсизм К нему склонны уже более пожилые люди Связано с грустью от осознания того Что человек не увидит будущего своих детей или внуков Главное после такого не впасть в состояние фугу Когда неосознанно что-то делаешь Например, говоришь, готовишь И, в принципе, перемещаешься по квартире А после этого ничего не помнишь Прийти в себя поможет телефонный звонок Даже если он фантомный По-научному называется Синдром фантомных вибраций Испытывать такое ощущение Наиболее склонны те Кто проявляет беспокойство По поводу связи с друзьями и близкими Все хотят хотя бы на время Но снова оказаться в детстве Частая ностальгия По беззаботным временам Называется либеросис Но самой распространенной из сложных эмоций Все же считается дежавю Когда человеку кажется, что он уже бывал в незнакомом месте Хотя такое невозможно Остается малоизученным феноменом Как утверждал Фрейд Разгадка связана с памятью о материнском лоне Надеюсь, со мной вам было интересно Пока-пока Что ж, а мы продолжаем Наше офисное чаепитие Из красивых кружек К сожалению, они пустые Но пьем из наших внутренних Представляем вам еще раз Елена Михалькова, керамист У нас в гостях И как раз рассказывает Как же создаются эти кружки Мы уже узнали, что это два дня примерно Два дня? Это сначала два дня происходит Я еще дальше не рассказала Мы вытаскиваем один раз обожженное изделие Оно просто белого цвета То есть такое вот светленькое И надо все это дело покрыть глазурью Ну, то есть покрывается глазурью достаточно быстро Но потом еще сутки нужно поставить в печь Еще сутки проходят То есть минимум три дня цикла производства И потом еще, возможно, нужно будет какие-то доделки делать То есть глазурь не обязательно ровно ложится Там есть какие-то дефекты Это еще раз, допустим, на сутки надо посудить Сколько у вас дома посуда? Каждый раз, каждое утро начинаете с ног? Да Можно сказать, да Все самые любимые собираются, конечно же, в коллекции Магазинная посуда уже полностью истребилась дома Она не находит себе места Она уехала на деревню Наверняка отслеживаете тренды Как уже, да, сказали в первую часть нашей беседы Вот сейчас я заметила, что любят Такую незначшерстную посуду Это правда? Да, сейчас не обязательно, чтобы у тебя был комплект Дома на 12 персон одинаковой посуды Я всегда говорю, что кружку надо брать под настроение Не под интерьер Это может быть абсолютно разное Может иногда хотеться маленькую черную кружку Потом ты хочешь выпить много чая Ты берешь большую белую кружку Потом для капучинки у тебя другая Хорошо, а бывают одинаковые кружки? Вот мне хочется, например, две одинаковые вот такие Какая она легкая Слушай, как вы это добиваетесь? Такая глина, облегченная сам по себе керамическое масло Аккуратно, боится капель, ты помнишь? Иногда бывает, что отскакивает и все хорошо с ней происходит И мы делаем литьем, это достаточно тонко можно сделать Поэтому получается легенькое Две кружки одинаковые можно попытаться сделать Они будут, допустим, одинаковой формы и размеры Но разводы абсолютно неповторимые Это все мы видим только после обжига Мы наносим, допустим, одинаковыми цветами Одинаковыми нами Все это А в процессе обжига разводы по-разному себя проявляют Черная иногда глазурь больше проявляется Иногда белая А бывает такое, что вот запланировала кружку, ну я не знаю, там Фиолетовую с таким-то дизайном А на выходе вообще абсолютно другое и не нравится Да, есть такое Особенно, когда ты задумываешь тебя до и после Ожидание реальность часто меняется Но чаще всего происходит наоборот Что не нравится тебе, а ты не ожидал А получается вау Ты такой То есть получается от настроения мастера тоже зависит многое? Да, мне кажется, да Даже от температуры за бортом на улице А я еще знаю, что каждая глазурь при обжиге ведет себя по-разному Да Это правда? Не знаю, может у вас есть какие-то образцы? Как вы понимаете? Какая будет в итоге? Образцы есть, мы обязательно тестируем То есть глазури нужно подружить с глиной, во-первых Там должны быть определенные характеристики соблюдены Это такой технологический процесс, его надо изучать очень долго И плюс еще друг с другом глазури разных цветов по-разному взаимодействуют И иногда тебе кажется, что ты делаешь зеленую кружку, она получается коричневой Или там какую-нибудь коричневую делаешь, а она оранжевая У нас полная неожиданностей и сюрпризов в жизни Просто с мужем Так, вдохновили вы У вас семейная Да, у нас семейная, мы мастерская Классно Вдохновили вы, может быть, многих наших зрителей Что необходимо вообще начинающему керамисту? Какое оборудование? Начинающему можно, в принципе, начать просто глину купить И начать лепить Можно будет относить такие же мастерские, которые обжигают То есть не обязательно начинать сразу с гончарного круга, из печи большой Можно попробовать походить на мастер-классы И отдавать в обжиг какие-то другие места И потом уже решить для себя, нужно ли тебе это покупать Какую-нибудь печку муфельную Будешь ли ты заморачиваться, помещение искать А так потом уже, да, если уже вник в это все Уже охота попробовать гончарный круг полепить Охота уже у себя обжечь Тогда уже это муфельная печь Все начинают с маленькой, потом уже обрастают вокруг себя инструментами А потом уже завод Вот так вот Да, не исключено Кружковый Да, спасибо большое за такую красоту За теплую беседу Спасибо вам Да, а мы пока наверняка попьем чай, да? Почему нет? Потому что будем пить очень медленно, вдумчиво Понимая, что эта кружка создавалась практически 4 дня Вы тоже так же сделайте, а потом присоединяйтесь к нам Доброе утро, губерния, в студии любителей концтоваров и повелители скрепок Юлия Север И Виктор Стеблев Сегодня погружаемся в жизнь офисных работников Повод есть 5 марта, день рождения Степлера И вот немного интересных фактов и статистики об офисных буднях В Японии существует профессия офисного серфера, который целыми днями катается по компаниям на роликовых коньках И выполняет небольшие поручения, помогая сотрудникам в решении мелких задач А вот еще интересный факт Среднестатистический офисный работник проводит около 2 месяцев своей жизни, отвечая на электронные письма Два месяца? Два месяца Вот это да А вот, кстати, еще один интересный факт У 40% сотрудников офиса есть свой тайник с едой на рабочем месте А у вас есть? Не удивил, мне кажется У многих, да, действительно есть А вот что удивит, так это то, что офисная мебель может стоить почти полтора миллиона долларов Она изготовлена из золота, платины и бриллиантов Кстати, вот на таких стульях даже гонки на рабочем месте не устроишь Вот как развлекаться? Жители губернии подскажут Поехать в путь с чистостью А если работа? Взять отпуск Зарядку без сона Нужно пройтись, выйти на свежий воздух Подышать свежим воздухом А предложить коллегам прокататься на офисной мебели? Ну нет, офисная мебель Это ущерб нужно донести Нет, просто нужно сделать зарядку У меня особо русинной-то не было работы В общем-то работа В свое удовольствие, да То есть работа должна быть в удовольствии? В удовольствии, да Конечно, да Прогулка всегда помогает переключить мысли, размяться Опять-таки зарядиться энергией, тем более, когда на улице такое солнце На пенсию идти А если прямо вот в момент работы Вот какие-то есть методы Немножко отдохнуть от руки на работе? Подремать на работе Не надо отвлекаться, работа должна быть в удовольствие Вот, например, как у меня Я живу в Тольятти, приехала в мини-командировку в Самару Любуюсь вашими достопримечательностями Переключиться на какую-то другую работу Всегда есть способы отвлечься Ну, выйти хотя бы прогуляться в соседний отдел Там, пройти куда-то Выйти на улицу в обед Обязательно И снова доброе утро, друзья Мы продолжаем программу Тем временем, пока мы здесь на диванчике Вы, наверное, собираетесь в офис И мы хотели бы о вас позаботиться и сказать А как же правильно одеваться на работу И в каком стиле Сейчас наиболее модно и интересно выходить на работу И быть в офисе Мы поговорим с нашей гостьей Это Ольга Симонова, имидж-стилист Доброе утро Доброе утро Мы сегодня с Виктором наверняка образец Как мне надо собираться в офис Потому что слишком в расслабленной стиле Что-то такое Как раз для утренней программы Можем себе позволить А все-таки человек работает в офисе Обязательно белый верх, черный низ Расскажите, пожалуйста Смотрите Давайте начнем с ваших образов Раз уж вы сами об этом упомянули Во-первых, действительно, образ с расслабленным Делает не конкретные вещи, а их сочетание Если мы поговорим про мужскую стилистику То, возможно, не лучшим бы решением для офиса Были бы джинсы плюс носки, кроссовки А в то же время рубашка пола Или майка пола Это вполне уместный вариант Особенно, если нет очень строгого дресс-кода Чаще всего в офисах сейчас такого нет Поэтому, если мы бы это замиксовали с брюками Сверху взяли бы пиджак То смотрелось бы вполне достойно Или даже мог быть какой-то плотный кардиган Нерыхлой вязки Не как будто бабуля вязала А именно такой фабричный трикотаж Формоустойчивый С подплечниками даже небольшими То смотрелось бы тоже достаточно хорошо Особенно, если эта работа Когда мы про кардиган говорим Не связана с клиентским сервисом Ну, какой-нибудь отдел логистики, допустим Вполне допустимо Поэтому рубашку я бы оставила То же самое касается и вашей эстетики, Юлия Потому что, допустим, сочетание такой тоже действительно Расслабленной рубашки с светлыми брючками Оно чуть-чуть такое выходного дня А брюки мы можем ведь оставить Мы можем их использовать практически любой блузкой Любой сорочкой рубашечного типа Какой-то блузкой И смотрелось бы тоже очень хорошо Более спокойная, может быть, обувь А прическа у вас вполне достойна Волосы собраны, красиво выглядят Достойный макияж Поэтому это тоже важные черты Ну, офисного стиля Поэтому здесь мы что можем Какой вывод отсюда сделать? Главные, не конкретные вещи А их сочетания Да Какие же сочетания в моде То есть, что бы мы могли сделать, да, еще Кроме вот того, что я перечислила Это могла быть футболка и жакет Тоже красиво Какие жакеты сейчас в моде в женской? Это, конечно же, объемные, широкие Жакеты И, кстати, с ними тогда можно носить Ну, вот любые брюки, которые у вас там Где-то загрустили, затесались Скучаются И вы понимаете, да, что они не модны Допустим, самые модные брюки Это широкие такие, да, объемные Но у вас их нет Или они вам не идут Или у вас, кроме них, еще есть клешоны Или вот как здесь слим какие-то Или брюки-морковки Которые так вот конусом идут Ну, что с ними делать? Я не скажу Девочки, выбрасывайте Мы не за это Мы за рациональность, да, здесь всегда Поэтому объемный жакет Под него топ или футболка Уже здорово И тогда жакет, который будет Такой длинненький Он все-все-все особенности скроет И девушка будет выглядеть И современно, и уместно Поэтому берем и комбинируем Вот такой вопрос Если все-таки белый верх Темный низ Ну, хочется, вы знаете Каждая девушка хочет Выделиться, добавить какую-то изюминку Что это? Это аксессуары Кричащие тоже вроде бы нельзя Что посоветуете? Что вы так? Ну, по крайней мере, не быть Офисным клеркам В привычном представлении Этого слова? Ну, во-первых Мы, кроме цветового решения Можем взять интересный крой Вот интересный крой Обычно не запрещен Дресс-кодом Интересный крой Это юбка прямая Ну, макси Вполне Это сейчас очень модная юбка В стиле А-линии Нью-лук Такая, как девушка-цветок Ее вел еще Кристиан Диор И они вот какое-то время были в моде Если мы стиляк наших вспомним Вот такого типа юбка И сейчас они снова приходят в моду Это удлиненная юбка А-ля 70-е Тоже большой-большой тренд Я по секрету скажу Я тоже себе таких юбок Купила целых две Потому что их давно не было И они очень женственные А я очень женственные То необходимо Обратить на их внимание Да, и их можно еще прихватить Где-то где в аутлетах Они бывают В магазинах распродаж Потому что их до этого Они были не в моде И они так съезжали Съезжали по модной лесенке И куда-то уехали И их можно купить За вот просто буквально копейки А в новых коллекциях Они будут стоить космос Вот смотрите Вот на самом деле Очень много нюансов Да Но мы обязательно продолжим Об этом говорить В следующей части нашего разговора Я думаю, что творчество Настолько безграничное Что даже в гобелине Можно проявить себя Максимально разнообразно Хлопковые, шерстяные, акриловые Одни нитки более толстые Другие полупрозрачные Или распадающиеся на волокна Выходят за пределы картины Свисают вниз Словно кудри Вызывают множество Ассоциаций у зрителя Заставляют задуматься А в этом и есть Главная цель искусства Это работа Тыковка Изначально набросок был Я ее решила немножко Скользящую сделать со стены Она еще, правда, не доделана И будет подвес В виде ветки Каждый гобелен Татьяна начинает с эскиза После него становится понятно Какую раму выбрать Бывают и прямоугольные И круглые Разного диаметра И диагонали Еще один подготовительный этап Натяжение нитей основы В них вплетаются нити утка Как раз они-то И создают рисунок Ты все равно работаешь Пятном, линией, цветом Особенно с цветоведением Это тоже все едино получается Помимо фактуры Татьяна любит играть с цветом Ее гобелены всегда имеют Большое количество переходов Ярко окрашены Зеленая трава Синяя река И белое небо Ее любимый жанр Пейзаж С ненавязчивым сюжетом От которого веет Спокойствием И умиротворением Гобелен стал Прям точкой соприкосновения С мамой У меня Когда она сильно заболела Она у нас уже Неходячая была К сожалению Уже И давно нету С нами И вот мы с ней вместе Начали заново Все изучать Она мне все Вот эти азы Опять начинала Как бы преподавать Вот И мы с ней Прям работали вплотную В выборе профессии У Татьяны Не было вариантов Ее родители Тоже были художниками И кстати Работали В этой же мастерской Татьяна Пецина Сергей Костин Программа Утро губернии Что ж Я думаю Многие Собираясь на работу Думают Что же надеть Все девушки Уж точно Открывают гардероб И чаще всего Палочка-выручалочка Это платье Потому что его Возможно Даже не придется С чем-то комбиновать Вот Правда Права ли я Ольга Семенова Мне сейчас подскажет Наш имидж-стилист Да Какие платья Стоит выбирать Знаете Такое платье Палочка-выручалочка Надела Не мнется И пошла Покорять этот мир Действительно Платье Многие девушки Любят именно За их функциональность И за то Что они говорят Голова не болит Платье Уже готовый образ Платье Выглядит Чаще всего Все-таки женственно И привлечет Внимание И молодых людей И девушкам Тоже Девушке в платьях Тоже нравится Они позитивно Их всегда оценивают И действительно Женщины Комбинируют Их хорошо Достаточно Добавить Что там В шарфик Можно Какие-то Серьги Туфельки И ты уже Красивая И нарядная Какие платья Я бы посоветовала Точно Нашим девушкам Примерить Первое Это платье На запах Платье На запах Это правда Палочка-выручалочка Потому что Если вы чуть Изменились в размере Если вы еще Не успели Похудеть К весне Весна в принципе Только началась Море времени У всех Все Я бы посоветовала Их покупать Для офиса Именно Подлиннее Две ладони Ниже колена Ладонь по колено Сейчас не очень Современная тема А ладони выше колена И еще повыше Не очень хорошо В офис Но они тоже в моде Поэтому что-то такое Да Поэтому Если вы возьмете Такую миди длину Миди стремящиеся к Максе Да Мидаксе Она вот так вот называется Что-то среднее между ними Это тоже всегда Очень-очень красиво И здорово А еще я могу посоветовать Платье Которое наверняка Есть в гардеробах У девушек Потому что Мы не первый сезон Здесь в студии Про них рассказываем Это платье комбинации Но носить его Не надо как комбинацию Да Так Его носить надо Под что-то Под жакет Под кардиган Сверху надеть Блузку можно Собственно говоря Вот возможно Да Возможно у меня там Сверху платье Да Мы не знаем Этого И эта комбинаторика Хорошая Его можно на мероприятие Надеть Там в более Расслабленном варианте Или более праздничном А в офис Использовать вот так Универсальная вещь И всегда будете Смотреться хорошо Особенно если Ну Красиво комбинируете Красивая обувь у вас будет Разумные украшения Какие-то Вы знаете Когда вот Гость какой-нибудь Или партнер С другого города Приезжает в компанию И если он выглядит В цветах Этой компании То вся компания И руководитель компании Особенно Благоволят Таких партнеров И прям Радуются Что вот так Человек приехал Позаботился О том Что есть корпоративные Цвета Есть Есть корпоративный Стиль И он приехал Подготовился Вот скажите Как сейчас Куда вообще Идет современный Куда идут современные Тенденции В плане Корпоративного стиля В плане Схожести с брендом Например там Красный бренд Красный платочек Обязательно Да Особенно у людей Которые работают На скажем так Первой линии Смотрите Вот этот лайфхак Чудесный Который рассказывает Виктор Можно использовать Когда вы идете На собеседование Это гарантированно Будет видно Что вы подготовились И даже если Изучили По крайней мере Да Изучили компанию И даже Как бы если вы Не целиком там Нарядились В красный и красный А как-то немножко Это сделали Даже более тонко Будет бессознательно Работать на интервью Вы будете выделяться В позитивном ключе А сам по себе Корпоративный дресс-код Становится все мягче На самом деле На нас повлияла Удаленка Которая появилась Во время пандемии И с тех пор Все сильно расслабились И обратно Уже не собрались В общем и целом В принципе Вот эта вот одежда Для работы Она с каждым Витком моды Все расслабленнее И спокойнее Сейчас уже действительно Только в офисах Компаний Ну банковская сфера Допустим Или там Автозаправки Требуется такое Четкое выполнение И элементы Корпоративной культуры Жесткие Для всех остальных Мы видим даже В униформе врачей Какое появилось Разнообразие Да Раньше было там Люди в белых халатах И все А сейчас есть И модная какая-то Одежда И они цветные Есть В зависимости В зависимости от Типа фигуры И там Какого-то Какой-то подачи Личного врача Уже есть Ну то есть Если уж даже Тех у кого униформа Это коснулось Что уж говорить Про офисных сотрудников И все же Разумные какие-то принципы Это более закрытая одежда Она в любом случае Говорит о том Что вы думаете Не о том Чтобы демонстрировать себя Как красивую женщину А о том Чтобы показывать Свои достижения Которые есть в работе И это важно Потому что Именно это тоже Если мы говорим Про бессознательное Про психологию стиля Руководители считывают Как Ну вот Желание И возможность Отдавать себя И свою энергию В рабочее время Безусловно И конечно Это всегда оценивается Более положительно Да Спасибо большое Ольга Прекрасно Спасибо В офис собрались Но не спешите выбегать Посмотрите наш следующий сюжет Он очень интересный А потом уже Ведите на работу Это не профессиональные актеры А топ-менеджеры Крупных компаний В их числе И Анастасия Толочная Заместитель директора Самарского филиала Компании Ростелеком Она готовится Выйти на большую сцену В спектакле Волки и овцы По пьесе Островского В рамках проекта Знаменитости детям И миссию представления Благотворительные Все деньги от продажи билетов Пойдут на гранты Для талантливых детей Из малоимущих семей Компания Ростелеком Участвует В развитии В основном Крупных цифровых проектов И в год семьи Нам особенно важно Посмотреть Немного в другую сторону Еще и в социальную Поддержать семьи Когда это необходимо Тех ребят Которые С одной стороны Развиваются Не только в цифровом мире Но и развиваются В творческом мире Мы помогаем Талантливым ребятам Талантливым детям Из спорта Искусства Музыки Мы приобретаем Музыкальные инструменты Спортивную экипировку Оплачиваем Поездки на соревнованиях Идея создания Проекта Знаменитости детям Появилась в 2011 году В качестве актеров Приглашают не профессионалов А руководителей Крупных компаний За месяц Ежедневных репетиций Они должны научиться Сценическому движению Работе на сцене Постановке голоса Это буквально Актерские курсы С нуля И то К чему приходит Наш актер За период подготовки Проекта Действительно поражает Ну конечно Три Она И ее Терни Актеры работают Бесплатно Их главная награда Благое дело Каждый спектакль Помогает подарить Радость От 20 до 100 Мальчикам и девочкам В год Всего за время Существования проекта Состоялось 37 спектаклей В разных городах России Шесть из которых В Самаре Приобрести билеты Можно на сайте Федерального проекта Знаменитости Детям.ру Премьера состоится 19 марта В Самарской Государственной филармонии Николай Гришечкин Екатерина Лесная Дмитрий Алатарцев Утро губернии На сегодня все Всем хорошего дня С вами были ведущие Юлия Север И Виктор Стеблев Пока-пока Так, ну что Ты задумался О работе в офисе? Ну, конечно Я решил, что Мой офис теперь здесь Принеси мне, пожалуйста Кружечку Кружечку кофе Эй, я что-то Тебе не секретарь Ну что Ну все Не нравится мне такой офис Домой поеду Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok